и снова с вами русский сумасшедший пилот со своим неубиваемым квадрокоптером hub san zina 2 плюс ну и evo 2 pro тоже привет сегодня еще раз хочу затронуть тему высотных полетов на квадрокоптерах в двух словах напомню предысторию для тех кто пропустил предыдущий ролик по этому вопросу этот маленький китайский квадрокоптер который я приобрел на aliexpress раньше мог взлетать на высоту пол километра но после очередной перепрошивки да да он точно также может перепрошиваться как обычный сотовый телефон так вот после очередной перепрошивки производитель расчедрился и накинул нам еще 300 метров сверху и теперь он как большие полупрофессиональные дроны типа вот как out или в 2 pro в том числе может летать не на 500 она целых 800 метров это почти километр представьте себе такая маленькая фигурка взлетает на такую огромную высоту что с ней может произойти но чем выше тем опаснее какие опасности подстерегают квадрокоптеры на больших высотах вы узнаете чуть позже так вот тестирование этой возможности я уже проводил в предыдущем ролике тест на 800 который вы можете посмотреть по ссылке в подсказке сверху но затем вышла еще одна прошивка и потом еще одна окончательная вроде больше перепрошивок у нас не предвидится потому что производитель закончил поддержку дронах абсанзина 2 плюс и новые прошивки выходить уже не будут и многие начали спрашивать а где же включить эту возможность ведь в меню приложения нигде этого нет о том чтобы никаких упоминаний о том что этот дрон может лететь на 800 метров я сунулся в приложение посмотрел да действительно ничего нет но это не говорит о том что у нас он не летит на 800 метров хотя не может же быть что производитель в очередной раз а булнос показал морковку и тут же ее спрятав короче надо проверять погнали а заодно и про опасности высотных полетов узнаем да не забываем подписаться и нажать на колокольчик для того чтобы не пропустить новые ролики которые выходят у нас на канале регулярно поехали если вы собираетесь летать высоко обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды чтобы не попасть в такую ситуацию в которую попал я сегодня мы выбрались из красноярска подальше отъехали на соточку километров в поселок урман и здесь проведем еще раз тестирование подъема дрона на 800 метров убедимся действительно ли была проблема в прошивке или у нас все нормально префрежьте дарит энд поэнт плейс майн дарит энь позиция погнали сегодня на улице потеплела температура воздуха градусов наверное 10 уже 450 метров приближаемся к критической отметке в 500 и тогда мы узнаем подымается ли он выше ну проблем никаких нет дрон продолжил набор дальше уже 560 метров но добьем эту цифру до конца 800 так 800 600 метров пока дрон набирается вы можете осмотреться по сторонам и увидеть зимние сибирские красоты поселок урман у вас на экранах сейчас урманская петля уже 700 метров мы отметку перевалили дрон продолжает уверенный набор то есть проблем никаких у нас с набором и с прошивками как оказалось нет то что приложение мы не можем найти никаких ссылок на 800 метров ну и слава богу нормально дрон подымается хорошо о первые признаки потерь видеолинка все дрон достиг максимальной высоты 800 метров давайте осмотримся по сторонам и в и Ну все, go to home. Пока дрон готовится к возвращению, обратите внимание на уровень горизонта на экране программы управления. Думаете, это просто так? На самом деле, это говорит о том, что наверху дует очень сильный ветер. И дрон наклоняется в разные стороны в зависимости от направления камеры, чтобы противостоять ему. А дальше мы видим, что дрон пробивается к точке дом со скоростью всего 6 метров в секунду, в то время как обычно эта скорость составляет 12 метров в секунду. Это говорит о том, что наверху дует ветер около 40 километров в час, и дрон борется с ним, из-за чего очень сильно увеличивается скорость разряда батареи. Вот тут-то все и началось. А тут еще и температура на высоте, которая значительно ниже, чем внизу. А хочется вниз, надо дрон быстрее опускать. Вау-вау-вау, батареечка подмерзает. Давай-ка дрони вниз. Короче, какая-то проблема. Я боюсь, как бы у нас дрон не рухнул, потому что... Бля... Теперь задача быстрее спуститься. Есть подозрение, что дрон решил у нас немножечко подупасть. Я не понял, мы будем спускаться или нет? Что-то еле-еле спускается. Дрон интенсивно ругается на аккумулятор. Продолжаем спуск. Спуск идет немножко медленнее, чем хотелось бы. Видимо, верховой ветер на 800 где-то немножко больше, чем по низам. По низам здесь вообще штиль. Ну, на сегодня передавали до 9 метров по верху. Очень медленно спускается. Почему? Непонятно. Но процент батареи падает быстрее. Вау-вау-вау. Вот этим больше всего и опасно подъем на такую высоту, особенно в зимнее время. В принципе, в режиме спуска обычно заряд тратится значительно слабее. Но, блин, видимо, температура берет свое. Несмотря на то, что батарея была заряжена полностью, проблема... Посмотрим, как он будет спускаться в автоматическом режиме. Может быть, это получится немножко быстрее. Да, в автоматическом режиме скорость спуска немножко увеличилась. Но меня это уже напрягает. 11% заряда батареи всего лишь осталось. И система постоянно ругается. Требует быстрой посадки. Скорость снижения существенно возросла. Это радует. Уровень зарядки составляет уже 10%. Ёлки-моталки. Где он? Берегите головы. Что это такое? Вообще, куда это годится? Я в панике. Надо надевать каски уже. Всем надеть каски быстро. Килограмм живого веса, если упадет, мало не покажется. Судя по всему, да, действительно, на 800 метрах дул сильный ветер. Хотя, в принципе, это никак не выражалось. Но местами его подколбашивало. 9%! Так, где же ты, друг? Я вижу уже! Я его вижу уже! Вот он! Вот он над нами! 150 метров! У меня уже появляется уверенность, что все завершится хорошо. Потому что 9% практически зафиксено на месте. Уровень заряда сейчас падает минимально. А дрон продолжает спуск. Есть надежда, что мы останемся с целым дроном. Друзья, помните, что полеты на 800 метров могут быть небезопасны. Потому что ветер внизу – это одно, а ветер там, вверху – это совершенно другое. 73 метра осталось! Дружочек устроил эту панику! Все окей! Дрон летит на 800, дрон жив! Короче, в данной ситуации нам очень повезло. Хабсан Зина 2+, вышел победителем из нее. То есть мы спустились и живы, здоровы остались после этого полета. Это очень порадовало. Но могло все закончиться совершенно иначе. И потребовалось бы намного больше времени просто, чтобы найти этот дрон. Потребовалось бы, возможно, организовывать спасательную операцию для того, чтобы его снимать откуда-то там с деревьев или еще. Короче, это заняло бы очень много времени. И не факт, что увенчалось бы успехом. В конечном итоге можно было его потерять, разбить. Хотя были случаи, когда некоторые дроны улетали достаточно далеко от хозяина. Терялись на 2-3 дня и больше. То есть и потом посторонние люди их находили. Возвращали в компанию производитель представительства. Которое связывалось с человеком, который его приобрел и возвращало владельцу. Сказка! Ну, говорят, что так было. В итоге, что мы имеем? Дрон Капсан Зина 2+, отлично летает. И несмотря на то, что нигде об этом не упоминается, он летит, как и полупрофессиональные братья, на высоту 800 метров. Но не забываем про осторожность. Про прогноз погоды. И про то, что с большой высоты спускаться вниз намного дольше. Хочу пожелать вам хороших, красивых и безопасных полетов. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!